В саду пахло яблоками и первыми осенними цветами. Я бродил по аллеям часами, не замечая, как день сменяется вечером. Спокойно и неизменно. Никто не решался нарушить мой покой. Маме понадобилось около месяца, чтобы понять, что ее сын повзрослел и не будет терпеть чужих науськиваний. А с отцом мы быстро поладили и забыли старые раздоры. Иногда он присоединялся ко мне, и мы коротали вечера в беседке с бутылкой вина и фруктами, которые росли здесь же. Когда я вернулся в Дагиор после заключения в тюрьме Крона, соседи оживились. У половины из них были дочери на выданье, но хватало одного визита, чтобы напрочь отбить охоту сватать мне невест. Не то чтобы я вел себя грубо, только идти на поводу тоже не собирался. Матушка сокрушенно хваталась за голову, просила, приказывала, тогда я пригрозил, что вернусь в балаганчик, и упреки стихли. Единственное светлое пятно за четыре месяца — свадьба Джема и Регины. Сам я поехать в Кардам не мог, поэтому был страшно удивлен, когда в наш старый особняк ворвалась шумная толпа во главе с женихом и невестой. Мои бывшие студенты заявили, что отказываются сочетаться браком без моего присутствия. Больше всех оживилась матушка. Она тут же занялась устройством банкета, пригласила музыкантов, лучших поваров. Джем и Регина не ожидали такого напора и, мне кажется, даже слегка пожалели, что связались с семейством Эрдагиор. Студенты привезли мне последние новости. Экзамены сдали успешно. Ленора так и не отпустили обратно в академию. Ректором вместо Гардена все-таки назначили Айдору Дан Кармин, и бойкая деканша, теперь уже ректорша, быстро навела в академии порядок. Ждали нового потока первокурсников. Даже выделили для них целый этаж. Регина и Джем пока сомневались, будут ли продолжать обучение. Но я попытался убедить их не покидать академию. Три дня все в доме стояло вверх дном, и я даже забыл, где нахожусь и что этому предшествовало. Но отгремела свадьба, и ребята разъехались. Кто домой, кто обратно в академию. Напоследок они умоляли меня вернуться, но я не мог. Постарался отшутиться, только после их отъезда одиночество ощущалось в два раза острее. Осень выдалась поздней. Долго стояли теплые деньки. Поэтому я продолжал пропадать в саду и избегать матушку, вознамеревшуюся побороть мою хандру. Когда она появилась на садовой дорожке, первым побуждением было прыгнуть в кусты, авось не заметит. Но матушка была быстрее. «А, Ланелл!» — помахала она рукой. «К тебе, гости!» «Если это опять кто-то из соседей, пусть катятся в бездну!» — пожелал я. «Нет, это не соседи! Придешь в гостиную?» «Вот еще, пусть сами сюда идут!» Я уселся на скамейку в беседке. С одной стороны, было жутко любопытно, кого принесла нелегкая, с другой — видеть никого не хотелось, поэтому мысленно представлял, как спровадить нежданных визитеров. На аллее появилась фигура, с ног до головы закутанная в темный плащ. Даже так? Мой гость остановился, осмотрелся, отыскал меня взглядом и только затем снял капюшон. Я даже привстал от удивления, но быстро взял себя в руки и принял безразличный вид. «Эрдагер», — первым поздоровался гость. «Ваше святейшество», — ответил кивком верховному жрецу Арантии. «Чем обязан? Хотите обвинить меня в краже сокровищ из королевской казны или в чьей-нибудь нежданной беременности? Говорю сразу, я ни при чем». «Рад, что вам не изменило чувство юмора», — улыбнулся Мартис. «Можно присесть?» «Как вам будет угодно», — я указал на скамью. Мартис посмотрел на меня задумчиво, занял предложенное место, а я все ждал, когда он перейдет к делу. «Как ваши дела, господин Дагер?» — поинтересовался он. «Прекрасно, как видите, так я тебе и ответил, старый лис. Наслаждаюсь отдыхом, цветы выращиваю. Очень интересное занятие. Вот вы знаете, чем уход за розами отличается от ухода за георгинами?» «Увы, эти знания бесполезны для верховного жреца», — Мартис все так же улыбался. «А зря, потому что нельзя посадить цветок, дождаться, пока он завянет, а потом приходить с лейкой. Не будем же уподобляться нерадивым садовникам. Раз вы здесь, значит, у вас ко мне дело». «Не у меня», — покачал головой Мартис. «У крона?» «Нет, у меня». Я обернулся. И как только мог не заметить. «Теряю хватку. Сам ведь учил использовать иллюзию». Возле беседки замер Леннер. Он заметно вытянулся, повзрослел, посерьезнел и словно не знал, что ему делать и как себя вести. «Ну, здравствуй», — поднялся ему навстречу. «Здравствуйте». Леннер старательно отводил взгляд. «Хорошо, хоть не научился лицемерить, в отличие от его семейки. Дядя Марти, дай нам поговорить с глазу на глаз». «Хорошо». Жрец поднялся и вышел из беседки. «Пойду изучу клумбы, которые так расписывал Эрдагер, с вашего позволения». Он зашагал по дорожке, склоняясь к цветам, рассматривая их. Леннер подождал, пока он уйдет достаточно далеко, и снова обернулся ко мне. Он выглядел усталым. Наверное, не только для меня это были жуткие четыре месяца. «Профессор, я...» — «Не профессор», — поправил младшего принца. «Просто Алланл». «Пусть так. Я знаю, что не вправе тут появляться и не появился бы, но вы единственный, кто может помочь». «Профессор Альп, пожалуйста, вернитесь в Кардем». «Я замер». «Неожиданное предложение. Получи я его от Мартиса, пожелал бы тому гореть в вечном пламени, но Леннер — другое дело. Он ни в чем не виноват, хотя, кажется, винит себя больше других». «Зачем?» — задал единственный вопрос. Принц плюхнулся на скамейку и закрыл лицо руками. Я сел рядом, похлопал его по плечу. «Говори прямо», — сказал парнишке. «Обещаю выслушать и не перебивать». «Когда вы уехали, точнее, вас заставили уехать», — собрался с мыслями Леннер. «Я думал, с ума сойду». То нападение на Балу все перевернуло с ног на голову. Дар чуть не погиб. Я сам... Не знаю, сколько понадобилось времени, чтобы восстановить силы. Мия уехала. Страшный сон, из которого нельзя было выбраться. Я надеялся, когда дар придет в себя, станет легче. Не стало. Он убивает себя, профессор, и я не знаю, что мне делать. Пытался поговорить с отцом, но он и слышать ничего не хочет. Они с даром ругаются так, что стены трещат, обвиняют друг друга. Дошло до того, что папа вдруг вознамерился передать престол мне. А я не хочу. Но меня не спрашивают. Если бы дело было только во мне, я бы не смог приехать. Не решился бы никогда. Мы с дядей Мартисом... Это была моя идея, конечно, но дядя поддержал. В общем, кое-как мы уговорили отца отправить дары в академию. С его силой творится что-то невообразимое. Она то есть, то ее вообще нет. Не поддается никакому контролю. Поэтому такое наше предложение папу не особо удивило. Он, конечно, был против, но после долгих уговоров согласился. С условиями, конечно, но речь не об этом. Понял. Вот только при чем тут я? Вы помогли мне, профессор. Леннер схватил меня за руки. Заставили поверить, что мои способности не приговор, не проклятие, а всего лишь магия, которую можно обуздать. Пожалуйста, профессор Аль, помогите Дару. Я не хочу потерять брата. Я боюсь. И что ему сказать? Что я и близко не желаю находиться с его семейством, исключая только самого Леннера. Это будет жестоко. Послушай, Леннер старался говорить спокойно и вдумчиво. Мне жаль Дарентола, хотя он сам виноват. Но есть две причины, которые не позволят воплотить твой план. Первая — это я рассказал твоему отцу про заговор между Даром и Гарденом. Уверен, принцу уже об этом известно. И вряд ли он вообще захочет со мной разговаривать. Впрочем, как и я с ним. Во-вторых, твой батюшка запретил мне приближаться к Кардему. Так что при всем желании вернуться туда я не могу. Леннер молчал. Мне было очень его жаль. Но чем я мог помочь? Вернуться в Кардем? При других условиях с радостью безумно скучал по студентам, преподавателям, даже коту-библиотекарю. Но становиться нянькой старшему принцу нет уж увольте. Мне прошлого нашего общения хватило. Позвольте вмешаться. Мартис появился из ниоткуда. Эрдагиор, я говорил с Кроном. Он не против, чтобы вы вернулись к преподавательской деятельности. А с Даром вас никто не заставляет общаться. У него своя охрана, они за него и отвечают. — Просто вы могли бы, ну скажем, увлечь его учебным процессом и отвлечь от мрачных дум. Разве это сложно? — В случае Даррентола — да. — Профессор, пожалуйста! — Леннер смотрел на меня с такой надеждой, что было горько отказывать. — Ты бы о себе подумал, — сказал парнишке. — Сам на отца свои взгляды на образование. Я посмотрел на Мартиса. Интересно, а у настоящего отца Леннера какие взгляды? — Подумайте о своих студентах, — продолжил жрец. — Они скучают. Даже прошение Крону написали, чтобы вас вернули. Так неужели вы им откажете? Им бы я никогда не отказал. Только не хотелось снова становиться пешкой в чужой игре. Мартис и Крон не раз использовали меня. Я извлек урок. Понял, что не всегда счастливый случай — это удача, а не кем-то спланированный подвох. И вопрос о предательстве Гардена оставался открытым. Позиция самого верховного жреца смущала. Леннер — его сын. И где-то в глубине души гнездилось подозрение, что не я один отыграл роль в его спектакле. Глупо возвращаться к кукловоду, когда обрезаны ниточки. — Эрдагер, ваш ответ. Простите, у нас не так много времени, чтобы ждать. Либо вы завтра едете в Кардам, либо придется забыть об Академии. — У меня нет права преподавания, — выдвинул последний довод. — Разрешение, дарованное Кроном, никто не отменял. Вы по-прежнему вправе носить профессорскую мантию. Только могу предложить вам курс иллюзии. В ней вы прекрасно разбираетесь. Если хотите, можете последовать примеру одного вашего знакомого и в свободное от работы время посещать лекции других профессоров. — Моего знакомого? — Да, оборотня Рамона. Он воспользовался вашим советом и теперь преподает в Академии курс обращений и одновременно учится. Я молчал. Всем сердцем чувствовал подвох. Что еще задумал Мартис? Зачем я ему понадобился? И знал, как уговаривать, притащил сюда Ленора. Не жалко мальчишку. — Профессор, пожалуйста, — попросил принц. — Я знаю, на самом деле вы хотите вернуться. Если бы не вы, мы бы ничему не научились. Прошу, не лишайте этого шанса других студентов. Вы ведь хотите преподавать в Кардеме? — Хочу, — ответил честно. — Хочу, Ленор. Но в прошлый раз бесплатный сыр обернулся мышеловкой. Взглянул на Мартиса. — Мышь не глупа. Второй раз не полезет. — Тогда нам пора, — сказал жрец. — Идем, Ленор. Как видишь, Эрдагиор слишком боится за свою жизнь и мнимую свободу. — Не боюсь. Пустые слова. Я понимал, что он вынуждает меня согласиться. Перед глазами встала мечта, которая так долго казалась несбыточной. Кардем, лекции, практические занятия, новые студенты, приятели, мои ребята. Отказаться другого шанса не будет. Ну и пусть под ногами будет крутиться Дарентл. Мы уже сталкивались. Да, он не самый приятный человек. Но теперь, когда я ближе познакомился с его отцом, наставником и верховным жрецом, Дар на их фоне казался оплотом добродетели. И, наверное, я зря предупредил Крона о заговоре. Хуже бы не стало. Даже если бы Гарден не предал Дара. — Хорошо, я согласен. Ленор радостно бросился мне на шею. — Спасибо, — пробормотал он. — Тебе спасибо, что ты до сих пор в меня веришь. Но, предупреждаю сразу, нет никаких гарантий, что Кардем спасет твоего брата. Дарентл — сложный человек, который склонен сам создавать себе проблемы. Пойми это и будь готов ко всему. Ленор кивнул. Он выглядел куда счастливее, чем минуту назад. У него появилась надежда. — Распорядиться приготовить комнаты? — спросил я Мартиса. — Нет, мы уезжаем немедленно, — ответил тот и достал из-под плаща конверт. — Здесь ваш пропуск в академию и оплата за первый месяц работы. И... Я тоже очень рад, что вы согласились, профессор Дагер. — Не сомневаюсь, — отвесил жрецу вежливый поклон. — Пойдем, Ленор, я тебя провожу. Расскажи, как ты сам, с кем ты занимаешься. Принц ожил, словно вернулся тот прежний Ленор времен академии. Пока мы дошли до парадного подъезда, он успел изложить, что Крон пригласил профессоров из-за границы. Они рассказывают интересные вещи, но боятся его и предпочитают не подходить близко, потому что Крон предупредил об аномалии. Говорил, что получил письмо от Мии, и у нее все в порядке. Они с супругом собираются приехать в Арантию зимой. Рассказывал, что тайно виделся с Джемом и Региной, когда они приезжали в столицу с родственниками. — Так уж и тайно, — подумал я, покосившись на Мартиса. Лошади действительно ждали. — До встречи, профессор, — улыбнулся Ленор. — До встречи. Надеюсь, сумеешь к нам выбраться, — ответил я. — Постараюсь. Пожалуйста, попытайтесь помочь Дару. — Хорошо. Легче было сказать, чем сделать. Береги себя. С Мартисом обменялись официальными фразами. Я многое понял об этом человеке. Не зря он стал верховным жрецом. Не зря столько лет считается вторым человеком после Крона. А некоторые говорят, что и первым. Я не смог просчитать его действий. Наоборот, это он просчитал мои и обвел вокруг пальца. И снова ввязаться в его интриги? Уже жалел о принятом решении. Но в то же время чувствовал себя в ответе перед Ленором, взрывашками, Дэнни, Региной, Джемом и даже Микелем. Все они верили в меня тогда, когда я сам не верил в себя. И оставить их, когда есть возможность вернуться, — решено. Я стоял и смотрел, как удаляются всадники, как исчезают в вечерней мгле силуэты лошадей. «Кто это был, Ал?» — возникла за спиной мама. «Да так, старые знакомые», — обернулся к ней. «Утром я уезжаю». «Что? Куда?» — у матушки даже лицо побелело. «В Кардом, в академию», — ответил я. «Опять!» — Ирена вздохнула и подняла глаза к небу. «Боги, Ал, ну что ж тебе не сидится на месте? Вокруг столько хороших девушек. Женился бы, появились бы дети. А ты? Я все равно еду!» — прервал поток норовоучений и пошел собирать вещи.